Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня будет очередное видео одежда с примеркой с моего любимого сайта Гипюр. Сегодня, как никогда, всё просто шикарно, посылка пришла замечательная, поэтому сегодня я буду только хвалить, 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 и вы посмотрите, как всё смотрится на мне. Я думаю, что к весне вы вообще найдёте себе много чего интересного, даже кое-что я взяла не совсем к весне, ну так, полузима уже, то, что у нас отходит, и начало весны. Тем более, в этом году обещает зима продлиться намного дольше, чем в прошлом. Итак, первое, с чего я начну, давайте я начну со своих базовых кофточек. Почему я их называю базовыми? Потому что они как бы под всё подходят. Я взяла себе белую и чёрную базовые такие кофточки, которые можно одевать под пиджаки, под просто так носить, под кайжанки, скоро весна, да, просто чтобы снимать для вас видео, в общем, под всё то, что нужно. Я взяла себе белую и чёрную, сейчас покажу, какие. Первую я покажу беленькую. Беленькая у нас вот из такого лёгкого материала, и у неё чёрные бретельки. Я люблю, вот такие, знаете, они ещё кружавчатые бывают, кружинки, кружинки бывают, из них торчат. Но вот здесь на белой нет кружинок, она простая, причём я взяла размер М, и он тоже идеально сидит. С-ки не было, по-моему, взяла М-ку размер. Прекрасно сидит, как будто даже не скажешь, что она не моего размера. Вот, это вы сейчас увидите. Такие чёрные бретельки, мне кажется, как раз-таки они так очень интересно оттеняют этот белый цвет, и под мои чёрные серёжки, такие весюльки, вообще замечательно, подходят. Здесь у нас идёт с подкладочкой. Состоит из шёлка 40%, вискоза 30%, 28% полистер и эластана всего лишь 2%. Очень приятная ткань, прям к телу безумно классно, потому что я видела много таких всяких косточек, которые к телу неприятные, да. Немного электризуется, но у меня много вещей, которые электризуются. Ну, немного, но есть вещи, которые электризуются, поэтому я давно себе купила антистатик для одежды, и вот замечательно. Посмотрите, как она смотрится. Мне кажется, что вот такие вещи, они должны у каждой девушки быть. Я долго искала такую кофточку и нашла. Вторая, на мой взгляд, базовая кофточка, которая должна быть... Это чёрная, да. Здесь тоже она чёрная. Здесь состав вискоза и хлопок 70 на 30. Это бархат. Это у нас бархат. Обожаю кофточки такие, потому что они не мнутся, то есть гладить мне её не пришлось. Утончённость этой кофточки придаёт гипюр, который вот здесь внизу выглядывает. И как раз-таки я буду показывать вам с белыми брюками, чтобы вы этот гипюр увидели. Здесь вот такой очень такой интересный глубокий вырез, и если мы одеваем красивый бюст с пушапом, то всё видно. У меня, кстати, была всю жизнь проблема с этими кофточками, что я никак не могла находить нормальный красивый вырез, чтобы реально вот подчеркнуть свои достоинства. Вот. Такая чёрная, очень красивая кофточка, и тоже, мне кажется, она под всё и должна быть у каждой девушки. Это размер S у меня. Субтитры сделал DimaTorzok Следующее, о чём я поговорю и что я вам покажу, это классика. Ну, у меня, конечно, не классическая белая рубашка, но всё время бывают такие моменты, когда нужно одеть белую рубашку. Прям белой рубашки не хватает. Под какой-то брюки, под пиджак, то же самое. У меня вот нет белых рубашек. Может быть, есть одна где-то, но она не нравится мне. И, в общем, я решила взять парочку рубашек. Ну, одну классическую, так вот, на мой взгляд, она прям классическая. То есть она идеально подойдёт под брючные костюмы. А у меня их уже достаточно много. Здесь можно так отстегнуть, и будет такой рукавчик, по-моему, 3 четверти, не очень длинный. Можно также застегнуть застёжечку такую, и будет как будто собрано. Она не застёгивается, что мне очень нравится. То есть у неё пошив такой, что просто мы надели её на себя, и всё. То есть застёгивать всё время всё это не нужно. Она прекрасно надевается. Внизу здесь резиночка идёт. Поэтому такая сборочка, и вот так вот свободненько всё вот так внизу идёт. И очень красивый ворот. То есть тоже подчеркнёт и грудь, если нужно. Ну, и очень красивый воротничок. Мне очень нравятся такие разрезики. В общем, сейчас увидите. Она лёгенькая, безумно классная. Единственное, что я здесь не нашла, из чего она состоит. Но следующая, примерно такой же материал, там хлопок и вискоза. Поэтому я думаю, что это тоже состоит из каких-то таких приятных, классных, натуральных материалов. Следующая рубашечка вот такая, тоже с гипюром. То есть она белая, но она уже скорее не классическая. Ну, образ такой, какой-то может быть даже и классический. Очень красивое сочетание белого и чёрного гипюра. Белые рубашки и чёрного гипюра очень красиво. То есть можно сочетать, ну, по-разному. То есть я уже в голове рисую всё это. Сзади застёгивается на две пуговички. Состав здесь хлопок и вискоза. 30 на 70. То есть натуральная, безумно приятная к телу, свободненькая. Ну, вот прям мне очень нравится. Красные губы можно сделать. Ну, в общем, вариантов множество. Классная рубашка. Теперь давайте я вам покажу кожаночку. На сайте гипюр есть отдел, где, вот знаете, звёзды рекламируют. То есть там есть и Бородина, и Бузова, и Шишкова. И ещё девочки есть, которые, как их коллекция, что ли, каких-то вещей. И вот у Шишковой была вот эта куртка, на которую я очень давно смотрела. На самом деле она мне понравилась. Очень хорошо смотрится. Вот эти вот как раз-таки, вот эти вот гармошки, да, я взяла под свои брюки. У меня на брюках, на коленях такие штуки есть. Чем она хороша, даже подружка моя пришла и заметила, что на ней нет ничего такого, знаете, вот прям вычурного, да. То есть она достаточно простая и в то же время интересная. Ну, в общем, посмотрите, как она смотрится. И очень приятная. Это не кожа, конечно, но выглядит очень хорошо. Выглядит как будто кожа. На каждом замочке тут вот гипюр, очень всё аккуратно сделано, прошито. Мне вот нравится. Самое главное, что здесь есть кармашки. И она, знаете, вот есть ещё куртки, под которые ничего не оденешь. Вот тоненькая маечка и больше ничего не оденешь. Вот это такая более свободная курточка, под которую всё-таки можно одеть что-то тёпленькое. Вообще она тёплая. Что-то можно надеть, какую-то кофточку, даже вот эту, да, и будет, ну, как бы хорошо смотреть. Не то, чтобы там. В общем, посмотрите. Следующее покажу. Там есть коллекция, тоже не помню, как называется. Там, кстати, слева сразу можно, если зайти на сайт, увидеть разные коллекции. И вот эта коллекция, вот как-то она называется. Очень интересно. Я в прошлый раз брала толстовочку там. И сейчас у них появились такие новиночки, вот такая вот, очень красивый цвет, такой, знаете, припудренный, классный. И сзади вот такая вот картина, череп, с такими красивыми-красивыми крыльями. В общем, что-то такое интересное, иногда меня тянет на что-то такое. А самое интересное, как она сидит. То есть здесь можно немножечко прибрать поясочек. И когда вы идёте, она очень сексуально так задирается. Прям мне очень понравилось. Очень классный капюшон, прям мягкий, так интересно сидит по голове. Ну, то есть красиво, украшает капюшон голову. Состав 97% котом, хлопок, то есть 3% эластан. Натуральные ткани. Вот. На колочек, короче, класснючая, посмотрите. КОНЕЦ У меня вообще идут вот такие цвета. Следующее это вот такое платье, можно сказать. А, это тоже можно платьем назвать, предыдущее. Вот такое платье. Сначала я когда достала, думаю, ой, что-то маме вроде заказала. Но нет, оно выглядит такое, знаете, большое громоздкое. Но на самом деле подбирается здесь пояс. И вот такое очень свободное, элегантное и сексуальное. Довольно. Я его как раз-таки взяла под свои ботфорты, которые покажу вам ближе к концу. Здесь такой вот V-образный вырез с гипюром сзади и на ручках. Такие вот. Вначале в обтяжечку идёт, и здесь уже свободный. Свободное плечо вот такое. Вот прям вот свободное, знаете, когда не любят люди заморачиваться, что-то там в обтяжку или ещё что-то. Здесь вот вообще ни к чему не обязывающе. Вот одел, и можно и под кроссовки, и под сапоги, и под туфли, вообще всё что угодно. И, опять же, приятная ткань, карманы. Каждый раз я заказываю на этом сайте вещи, и каждый раз, мне кажется, что там появляется тысяча новинок. Там очень часто обновляется их гардероб с вещами. И просто, блин, я беру, беру, и мне кажется, я просто шапоголик, шмоточник. Невозможно. Также давно хотела себе взять костюм, знаете, который такой трикотажный. Вот сейчас многие рекламируют. Он настолько мягкий, настолько приятный вообще, и даже не просто классическое такое, знаете, дизайн. Ну, брючки такие вот мягкие. Вот, ну, вот как бы они немножко, да, такие классические, ну, в плане спортивного, да. И кофточка, интересно, тоже подвязывается под поясом. И очень интересный капюшон, и вот здесь ворот. Вот, он, видите, немножко такой, как у меня на моём свитшоте «Я любовь». И это, кстати, эксклюзивная коллекция. Там было три цвета, вот такой, по-моему, серый, и ближе к чёрному, тёмно-серый. Я вот решила такой выбрать под глаза. Субтитры сделал DimaTorzok Ещё также в коллекции, где я заказала платье с черепом сзади, с крыльями, там, где толстовки заказала себе и брату. Брат у меня попросил брюки, ему очень понравилось, но он говорит, толстовку-то мне под что носить? У меня-то такое, ну, это мы меняем ему стиль немного, новое что-то. И он увидел эти брюки, говорит, вот я их хочу. Взяли мы толстовку, ему два XL, брюки, говорит, поменьше возьми, взяла XL. Я смотрю, что это какая-то коллекция, написано «ФТ Вадим Олейник». Наверное, это что-то он придумал. Очень классная одежда. Сзади карманы, спереди карманы. Вообще удобно. Я бы сама такие брюки носила. Ну и последнее, что я хочу вам показать на сегодня, это вот такие бадфорты, которые, на самом деле, я давно хотела себе заказать. Для меня очень неожиданно. Я как бы взяла, думаю, такая, ой, возьму. Ну, как там будут сидеть? На самом деле, для меня очень неожиданно, как они прекрасно сидят на ноге. Я обожаю дома носить гольфы высокие, выше колена. Мне кажется, это так сексуально. И под шортики, и под какую-то маечку, или домашнюю, там, любимого рубашку. Это так сексуально. И когда так можно выйти на улицу, вообще клёво. Я вообще люблю выглядеть хорошо, особенно для девочек, которые всё время фотографируются, как я, да. Мне хочется везде выглядеть всегда прекрасно и красиво. Вообще, я ещё хочу у них чёрные заказать такие. Сразу заказала себе размер 38, хотя вообще у меня размер 37. Но, опять же, не полностью 37. Вот если брать в идеале, то у меня 37 с половиной. Но чаще 37. Мне сказали, что это как маломерки или большимерки, я не поняла. Короче, мне сказали взять на размер больше, чем я ношу. Вот. Но я не стала брать 39. Я взяла 38, потому что всегда на побольше можно вложить туда стелечку такую, какую-нибудь с мехом, да, и будет всё плотненько. Но, судя по тому, как мне села эта обувь, то мне кажется, у них всё размер в размер. Потому что я бы взяла себе 37. И если у меня будет возможность, то я закажу себе 37 чёрные или даже такие же. Вот. Пусть они будут. Но эти тоже, почему я не расстроилась, потому что настолько они классные и офигенские, что даже 38-й, то есть нога не выглядит большой, очень миниатюрный дизайн, что 38-й я просто положу в любом случае туда стельку и буду прекрасно их носить, и замечательно. Они тёплые. Они реально здесь вот с тёплой подкладкой. То есть это можно одевать уже сейчас на себя. И реально в них не замёрзнешь, как в подфортах обычно, да. Очень красивый цвет, я не знаю, мне кажется, он так освежает блондиночек, да, и брюнеткам подойдёт. Ровная подошва, как я хотела. Они реально очень удобные. Удобная колодка, нигде ничего не давит. Короче, я вот в восторге в них, в восторге. И они очень классно облегают ножку, потому что бывают разные ботфорты, и выглядят, бывают очень дёшево, некрасиво. Вот это достойно. Мне очень нравится. В общем, как всегда, всё пришло запечатанное, замечательно. Всё пришло достаточно быстро. В очередной раз благодарю Гипюр за то, что, блин, меня вещи радуют, безумно радуют. Я не могу остановиться. У меня Ленок и Кристинка все такие же. Мы можем брать, брать, брать эти вещи. Куда? И я готова просто менять всё здесь в квартире, чтобы было, где храниться этим вещам. Чтобы я всегда была разной для вас. Ой, я совсем забыла. А то, что на мне. Посмотрите, какая прелесть. Это вообще замечательная двоечка такая. И самое интересное, что мне очень понравилось вот это платье, которое под низ. Возможно, его отдельно не носят, но мне кажется, оно очень круто смотрится и отдельно. То есть, если с любимым куда-то, или вот даже вот так с кардиганом ты всё это одел, дело, да, и стало очень жарко где-то в клубе или в ресторане, то можно легко снять кардиган и быть в этом очаровательно сексуальном, бежево, с белым гипюром платье. Сейчас вы видите, у него такая, очень такая скромная достаточно длина. Сочетание цветов великолепное, приятное к телу. Опять же, по размеру всё идеально. Цвета, смотрите, как цвета мне идут, да? Я такая утончанная сразу стала, такая милая. Вот и всё, мои хорошие. На этом мои покупочки с сайта гипюр закончились. Я безумно рада и безумно счастлива. Жду следующего, следующей возможности показать вам что-то с этого сайта. Заходите, я ссылочку оставлю под видео. Промо-код со скидкой я оставлю тоже под видео. Заходите, там действительно очень-очень демократичные цены. Можно заказывать как оптом от определённого количества. Также можно заказывать и в розницу, если вам не нужно много вещей. Но мне кажется, что этих вещей с сайта гипюр много не бывает. Всё. Рада была вам полезной быть. Надеюсь, вы что-то интересненькое для себя увидели. Вся информация под видео. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok